Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarket, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarket с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря несколько событий, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это данные по запасам нефти США, которые выйдут в 14.30 по GMT. Честно говоря, каких-то торговых рекомендаций касательно рынка нефти я давать вам сейчас не хочу, потому что мне нефть сейчас не интересна. Но если вы следите все-таки за Brent или WTI, наверняка могли заметить, что за последние торговые сессии рынок черного золота очень неплохо подрос. Причем одним из основных катализаторов вот в этой восходящей динамике выступило решение Ирака остановить, прекратить поставки нефти в Турцию. Причем речь идет об объемах экспорта около 450 тысяч баррелей в сутки. С одной стороны, это немного. С другой стороны, кто-то скажет, что достаточно, чтобы на рынке снова спекулировали на идее того, что именно этого объема будет недоставать для поддержания баланса на глобальном рынке и может привести к тому, что на этом глобальном рынке образуется дефицит. Тема Ближнего Востока. Прекращение поставок срыва, поставок риски, которые есть в плане экспорта и импорта, это извечная тема, которая влияет на рыночное настояние, вот таким образом, как я описал. И пока мы будем следить за развитием событий, конечно же, рынок нефти с большой долей вероятности сохранит вот это восходящее движение и может добраться до 80 долларов за баррель. Но со своей стороны хочу отметить, что я буду принимать торговую активность, обязательно об этом расскажу во время своих брифингов, только лишь после того, как бренд протестирует уверенно 80 долларов за баррель. Еще один отчет, за которым нужно будет последить, это точнее выступление представителя Банка Канады Гравеля. За парой доллар-канадец мы следим со вчерашнего дня. Я рекомендовал пару активно шортить, потому что сейчас куча факторов, которые поддерживают канадский доллар. И эта рекомендация уже оправдала себя. Текущая котировка 1.36. Я думаю, что в ближайшие дни мы протестируем отметку 1.35. Ну то есть у нас сейчас выступление Гравеля впереди, которое может говорить о перспективе дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. И в пятницу еще отчет по УВП Канады, который с большой долей вероятности не разочарует и, соответственно, станет дополнительным триггером для укрепления канадского доллара. Добавим сюда еще рост рынка нефти, важнейший экспортный ресурс для канадской экономики и общее улучшение рыночных настроений. Такая гремучая смесь, которая поддерживает риск и негативно влияет на курс американского доллара. Теперь к нашим традиционным инструментам, за которыми мы наблюдаем. Это индекс доллара 102.20 текущей котировки. По-моему, точно такой же уровень мы с вами называли во время прошлого брифинга. Рынок пока замер в ожидании появления стоящих фундаментальных триггеров. Но, к сожалению, друзья, на этой неделе, если говорить про содержание экономического календаря, действительно крутых отчетов и не будет. Ну, разве что годовой показатель по УВП в четверг США. Но не уверен в том, что рынок прям совсем динамично будет на него реагировать. Я предлагаю смотреть на системные факторы, как и раньше. И, на мой взгляд, сейчас одним из самых лучших фундаментальных оснований для принятия решения о том, что доллар нужно продавать, является рост баланса американского регулятора. Баланс Федрезерва на данный момент времени составляет 8,7 триллиона долларов. Даже чуть-чуть больше. То есть, фактически мы приближаемся к показателю 9 триллионов, который наблюдался во время ковида, когда ФРС активно заливал экономику, бизнес, домохозяйство через различные программы субсидирования деньгами и проводил программу количественного осмельчения. Потом он заместил программу количественного ужесточения, баланс начал снижаться и доллар на этом фоне окреп. Сейчас ровным счетом наблюдается обратная динамика. Справедливый вопрос, для чего ФРС так активно увеличивает баланс? Все просто. Американский регулятор пытается решить проблемы с клевидностью у кредитных учреждений. И эти проблемы возникли после того, как ФРС стал активно повышать ключевую процентную ставку, что спровоцировало значительный рост доходности национальных облигаций. И когда оказалось так, что коммерческие банки жадничают с ключевой процентной ставки и не дают ставку по депозитам выше, чем ставку, которую можно получить по доходности, если инвестировать напрямую в американский рынок долга, то вкладчики стали проявлять, исходя из элементарной экономической целесообразности, простую тактику и стратегию. Они забирали свои вклады и, соответственно, напрямую вкладывали их в облигации. Так и образовался вот этот отток вкладов, капиталов, который для некоторых банков, о которых мы знаем, завершился очень печально, у которых они были вынуждены объявить банкротство. Эта тенденция, друзья, сохраняется сейчас. Поэтому я снова возвращаю вас к тому, вот даже с этой точки зрения, объяснение того, что происходит, к вопросу, который вы должны задать. Будет ли американский регулятор, понимая, что отток капиталов, депозитов продолжается, активно повышать процентную ставку и тем, самым создавать условия для роста доходности национальных облигаций, куда с большой долей вероятности поплывут клиентские, инвесторские деньги, деньги домохозяйств. Ответ, мне кажется, на поверхности ФРС какое-то время будет придерживаться в ожидательной позиции и, несмотря на спекуляции о том, что ФРС может поднять ставку на следующем заседании еще на 25 байсных пунктов, я все-таки сторонник того, что нет, уже больше повышения не будет. Поэтому я буду дальше следить вместе с вами за балансом. Чем быстрее он достигнет планки в 9 трлн долларов, тем быстрее мы вернемся к идее того, как все это отразится на росте инфляции. И тем быстрее увидим мощное ослабление курса американского доллара. Золото 1966 долларов за тройскую унцию, помимо факторов, связанных с локальным ослаблением доллара и недостаточной для того, чтобы все-таки привлекать инвесторов, выбирающих между золотом и облигациями доходностью рынка долга, полагаю, что золото останется тем инструментом, который будет дальше пользоваться спросом. Тем более, что и на фоне сохраняющегося кризиса в банковской системе. Да, на рынках сейчас активно обсуждают тему о том, что банк First Citizens выкупил большую часть активов Silicon Valley банка. И это вроде бы как гарантия того, что все вкладчики получат свои средства. Это тоже как бы еще один сигнал, который указывает на то, что может быть стоит полояльнее относиться сейчас к национальной банковской системе сбережения. Но я думаю, что не бывает дыма без огня, как я много раз уже повторял. Поэтому для меня самая лучшая индикация того, что все по-прежнему плохо в американской банковской системе, это дутый баланс, который продолжает набирать вот на свою массу и объем. По золоту 1966 долларов за трость к унусу. Жду дальнейшего роста. Сегодня у нас среди факторов, которые будут способствовать восходящей динамике, еще и рыночный сантимент. Толпа снова в продажах. Пока что соотношение 60 на 40, но при таком темпе изменения рыночных настроений, думаю, что перекос будет 70-30 уже в ближайшее время. Евро против доллара 1.08.36 в соответствии с нашим сценарием. Рост продолжается. Ждем максимумы прежней, на прошлой неделе 1.09.29 и потом уже рост в район отметки 1.10. Факторы поддержки евро, бизнес-оптимизм, оценка текущих экономических условий, индексы активности производственного сектора, сферы услуг. Весь этот фонд за то, чтобы держать длинные позиции по главному валютному риску. Вчерашнее выступление Лагарда, я бы не сказал, что она очень много говорила про перспективы монетарной политики в Европе, но все-таки прослеживался то, что ИЦБ намерены дальше жестко бороться с инфляцией. Ровно то, что мы слышали неделю назад, и это как раз и есть основание, на котором стоит отстраивать длинные позиции по паре евро-доллар. И британская валюта фунт-доллар отметки 1.23.24, тоже рост продолжается уже на локальных максимумах. Ждем отметку 1.25. Стоит отметить вчерашнее выступление главы банка Англии Эндрю Бейли в Палате общины Англии, в ходе которого он признал, что ситуация в том числе и в британской банковской системе остаются напряжены, но несмотря на ухудшение условий, первоочередная задача английского регулятора это бороться с двухзначной инфляцией. Поэтому можно додумать, это сигнал того, что Банк Англии на следующем заседании точно повысит процентную ставку. И сейчас есть основания полагать, что в этот раз повышение ставки может составить сразу 50 базисных пунктов. На этом собственно все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok